Представляют Главно-технологический партнер Корпорация Intel И генеральный партнер турнира Компания Asus И 15 эфир В 15 раз мы вам говорим привет В 15 раз вы видите наши Как же мы вам надоели уже за этих 3 недели Intel Challenge Super Cup 10 сезон Дисциплина World of Tanks Второй групповой этап Последний тур осталось у нас всего Навсего 4 игровых дня И все Мы сегодня не одни как вы наверное заметили Если не заметили ребят протрите ваши мониторы У нас сегодня в студии гость Представь пожалуйста Расскажи кого мы сегодня будем грузить Какими-то идиотными вопросами Значит гость Ник Дер Вова Зовут естественно не Максим Вова зовут его Из Киева человек И из команды Синерджи Команда Синерджи Которая вчера играли Вот это фейлы у нас были всякие По поводу того что Стрим с дилеем Стрим без дилея Вот я хотел спросить у тебя Да на держи микрофон Как вот Как ваша команда отнеслась к тому Что не было задержки 10 минут Негативно Негативно Ближе Ближе держи Конечно негативно Это очень плохо Смотри Подожди я тебе покажу Я понял Я понял куда Ну как Как нибудь все же узнали Мы допустим узнали Я по крайней мере узнал Вдруг сразу же написал В личку то что Поздравил Хотя только я вышел с этого Хотя только вышел с боя То есть только закончился с боем Но у БТР зверей не было Насколько я знаю Никаких претензий То есть они Уверены в вашей честности Вы уверены в их честности Ну да мы не смотрели Ну вот видите ребята Кто то Кто то уверен в честности И у нас начинается Кстати у нас сегодня Новая карта Да Сегодня у нас карта Рудники Вилат Можно уже включать Мне кажется уже начался отчет Ты видел эту карту раньше Вилат Вилат Да да Я конечно я видел эту карту Это карта На этой карте очень часто Тебя бросает Когда ты начинаешь играть Там на втором На вторых левельных танках Поэтому я не полный Какой то отбитыш Я более менее что-то знаю Понятно да Давай Ты сейчас сделаешь гайд По карте Я сейчас включу Твой монитор Ты делай гайд По карте Расскажи нам что здесь Что здесь Играет роль Что здесь не играет Роли Роль играет Здесь естественно Положение команд В самом начале То есть какая база Первая база Или вторая Вот сейчас Тебе 42 Лаки Клоус Начинает с первой базы Они у нас кстати Горчичного цвета Горчичного цвета Да Начинает с первой базы Первая база Намного удобнее Для того чтобы Развертывать свои силы Свои наступления Атаку Важной точкой Позиции является Гора Гора по центру карты Которая Вот Потом второй важной Точкой является Вода И маяк На первой линии Вот он большой Такой Вот там Вот он В общем Кто занимает Гору Тот царь горы И тот в принципе Может и выиграть Этот бой Тд 42 Нужно выигрывать Этот бой Обязательно Нужно выиграть И этот бой Мы видели группу Вот я сейчас На секунду вам Ее опять покажу Вы видите Что 6 очков Сейчас у Red Rush И 2 очка То есть 3 очка 3 очка Да Тд 42 Лаки Клоус И как бы Им нужно выигрывать Выигрывать Причем даже не со счетом 2-1 С счетом 2-2 В сухую Да Ну как мы видим Заняли уже Гору Заняли гору Тд 42 Red Rush Пока не спешат Они скапливают Свои силы Мы видим 2 Т32 стоят здесь За камешком Ты только что Показывал Да Вот их на самом деле Там много больше Леопард сейчас подсветил Леопард сейчас светит Вот видишь Что там 1 Т32 Только 1 запалили Только 1 запалили А на самом деле Их здесь четверо И артиллерия стоит В очень хорошем месте На А4 У Заред Раш По центру В общем Они заняли все Что надо Они заняли Ключевые точки На подсвет деревни Одним светлячком Вторым светлячком Заняли точку На подсвет воды На острове И в принципе Они Вот они как раз Этот светлячок На острове И видят Видят танки противника 32 Которому сейчас Прилетит Прилетает Отор ты На 240 На 200 На 400 А На 426 Да То есть Выжидает Выжидает Сейчас Ред Раш По центру Им в принципе В этой группе Ничего уже не нужно Им да Им все равно Они играют Смотри как Наверх заехал Леопард Палит абсолютно Вот эту всю дискотеку Но вот эту всю дискотеку Для того чтобы выбивать Надо как-то Перетаскивать артиллерию А артиллерия уже Кстати перетащена В хорошем месте Видим где стоит Хумель Но он туда По моему Все равно Не достреливает Да Ему надо спускаться На первую Вторую линию На К2 Там за камушками Стоять Или Джей 2 Но оттуда Спалит его Леопард Все равно Как бы Очень четко Заняли позиции Сейчас Ред Раш По центру Першинг пошел Прочекать воду Что там на воде Вот Сейчас мы его Поймаем Вот он Поймал Ну там Ничего нету Там есть Там есть Только что А Только что Арта зарядилась Смотри По першингу Сразу Два Выстрела По першингу Выстрел Да Три второго И арты А леопард Все еще Не видит А леопард Шикует Но леопард Погрузит В этой воде По моему Да По воде Очень медленно Передвигается Ой Опять Першинг Геет Нельзя Куда Вот леопард Ты сейчас Со второй базы Показываешь Со второй камеры Не видит Не видит Леопарда Как только Как только Я переключил На твой Монитор В першинга Два Два Снаряда Одновременно Залетели Приехал И не доехал Ничего не увидел Абсолютно Да Ну То что он там делал До сих пор останется Для нас загадкой Поплавал себе На самом деле Он делал Очень важную вещь Можно было сделать ее В начале В начале игры Но он сделал ее Только сейчас Он решил проверить Что на маяке Потому что Маяк Тот кто занимает Маяк с первой базы Тот видит арту Противника В принципе Это так А арта Как мы видим Накидывает сюда Очень жестко И Ну да Лучше не подставляться Лучше не подставляться Вот сейчас Леопард Катается Засвечивает Но он Но ничего не может сделать Ну как бы Ситуация уже Очень печальная Для Лаки Клоус Да У них нету уже Перша И Центры Центры они выехать не могут Ну а что им тут остается делать Ничего В принципе ничего Нет Можно Можно на самом деле Собрать свои силы В кулак И надавить Но силы у них Разрозненные Абсолютно А тридцать вторых Опять А тридцать вторые Подтягиваются в четвером Чтобы пушить И вот я вижу Сейчас вот будет Наверное атака На вот это вот паренька На вот это вот паренька С ником С ником Джексон Да Вот скорее всего Вот и выезжает Как выезжает Раш по центру То что мы видели От них и на Утесе То что мы видели От них на Прохоровке Вот они всегда играют Вот так Они просто выезжают А сейчас еще и разделились Они да Они классно используют Камни укрытия Которые здесь есть Действительно Накидывают Джексону Немножко Но их здесь по-моему Удачно встречают Довольно удачно встречают Стоят на гусенице Вот К-23 Емелька Емельку Емельку ставят На гусенице Но ой делают килл Делают килл И обмениваются Слушай что произошло Что они там потеряли А светляка Леопарда все таки нашла Они леопардами Разменялись просто Смотри накидывают Так хорошенько Там парню с ником Ста Страйк Да страйк Страйк правда Не так пишется Ну ладно Да Страйк Это будет страйк Страйк Слушай а там Ох светлячки Там еще встретились На деревне На деревне Маленькие Тачки Там у них война И Побеждает Побеждает Зеред Я даже не успел переключиться На горчичного Т1 А кстати камера была у тебя Так что мы увидели Зеред командир Самый главный Красный Это Мункис Он побеждает В дуэли Светляков И сейчас будет Напрягать дальше Ну в принципе тут ситуация такая Что остается у нас Хумель Остается 32 Которые зажаты А слушай Они сейчас практически равны Практически поравнялись Потому что убили 32 Одного Узеред Которые поехали На гору И И ты знаешь По хп Можно даже сказать Что Получше Ну немножечко Т32 Может там 970 Чуть-чуть буквально Чуть-чуть лучше А нет Тут тоже 800 хп Мы видим Вот так В общем подрамки Что там и там Но есть один стопроцентный Вот так я скажу Вот это проблема Вот это проблема Вот это еще больше проблем Вот Нет Вот на самом деле Какая проблема Т1 просто берет базу Ну его видят Нет Он не будет брать базу Он не будет брать базу Потому что его видят Ну это Как-то Ну я не знаю Что делать Я общался на самом деле Я общался с ребятами С ТД-42 Лаки Клоу Почему-то Сейчас нету Этого человека С которым я общался Кацап Вот Он говорит что Блин Нам надо выигрывать Вообще по-любому Но это нереально То есть на самом деле Они не были Настолько уверены В своих силах Что ли Ну Ты играешь Против Ред Раш По центру Как можно быть Увереной В своих силах Надо А иначе как А иначе Точно Ну это Ты знаешь Менталитет наш вечный О блин Это же Раши По центру Что делать Может не будем Вообще играть Или может зайдем Возьмем 5 пешей Поедем в атаку Хумель нашел Т первого Который бьет базу Да но пока ты заметишь Не сбили еще ему захват Ну сейчас собьют Мне кажется Ну не знаю Не знаю Но на самом деле Здесь можно сбить И убить его вообще полностью А он уезжает Вот Еще раз Кстати захват уже на 40 Мы тут наблюдаем Пока как руш Он сам выехал Сам выехал Сам выехал Я сейчас показываю вам Что тут в центре происходит Потому что там Уже 400 хп осталось Вы видите У Солика Который 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 вот там За танком Вот стоит Сейчас я на него Включу камеру У арты 83 хп 8 Сплэшем накинул Только что Клипс Клипс кстати Лучший артиллерист У Зеред Лучший Раш по центру Ну что И тут арту Осталось добить Т32 Солик 430 хп Но все равно Как-то 2 минуты То осталось И по сути Да вот Минус арта Минус арта Не сбивает И база успеет Захватиться Надо что-то предпринимать Надо высовывать Свои носы Сейчас А это сделать Нереально Нереально Их контролят А это всех сторон Ну вот сейчас Будет выезжать Сейчас будет выезжать Снизу О Хумель Смотри уже куда переехал Я тебе сейчас покажу Он переехал в такое Замечательное место Что он сейчас накидывает Всем кому захочет Ну ты сейчас показываешь Нам чисто хумель А не место А место да Место вот это А вот прекрасная точка Прекрасная точка Он туда добрался Непалевно И не предполагает Ну уже наверное Предполагает Где он Вот выезжает Выезжает сейчас Солик Вот сейчас он Собьет конечно захват Вот буквально Но на него стоит Нерку И поджигает И он не доехал Никуда Отлично Отлично играет Родораж по центру Что-то еще можно сказать Ну все Тут два танка смещаются Сейчас в центре Будет пытаться На самом деле На самом деле Мне кажется Игру сейчас сделал Вот как раз Мункис Как раз Зеред Игрок с ником Зеред Победив в битве малышей И взяв базу Действительно Вот маленькие танчики Многие пишут Им не нравится формат 7-42 Потому что Некоторым приходится Играть на танках Первого левела А танки Первого левела Делают игру 97-98-99-100 База захвачена Т1 Т1 Герой матча Вот так Играет Родораж по центру Ладно Что я передаю Опять микрофон Нашему гостю И ты обсуждай Вчерашние эти У меня один Один только вопрос По поводу Второй игры Между характерниками И кто там У нас играл С характерниками Говальда Смотрел и Расскажи Как ты думаешь Было ли там Был ли там Просмотр стрима Или нет Я даже не только Смотрел Я участвовал В этом бою Ну По крайней мере Ну участвовал ты В предыдущем На самом деле Нет Я в обоих двоих Подожди Между характерниками Говальда Там конечно Ты же не пугай людей Я поперепутал Там однозначно Смотрели на карту Поскольку Хумеля вынести Так нереально То есть думаешь Что все таки Нереально Однозначно Да Характерники Посмотрели Это точно Ну ничего Назначена была Переигровка Она будет Скорее всего Завтра Вы увидите Этот матч Третьим Кстати А как ты Относишься К таким ситуациям Вот пишет К нему Дайвер Вот такой Что на финале Урал Загонзавода Была такая ситуация Что в голосовом чате Одной из команды Был спаленный игрок Сидевший в зале С ноутом И смотревший на экран С трансляцией Передававший инфу То есть Это вообще В комьюнити Это часто Замечается Вот такие ситуации У вас Ну у нас По крайней мере Но вообще Такого в принципе Допускать нельзя Чтоб кто-то Смотрел Где расположение Игроков В любом случае Это никак По крайней мере В этой игре Если ты знаешь Где игроки находятся Это уже большое преимущество Если ты знаешь Допустим Где-то на одной стороне Динтанк Поехал всеми четвертымя Задавил ее просто А потом остальных держал Ну в принципе да То есть Это дает преимущество Просят кстати Ребята которые смотрят Просят гостя Держать микрофон поближе Хорошо Ну непривычно просто Непривычно Понятно Первый раз Первый класс Значит По поводу Этого матча понятно Давай по поводу Карт поговорим Которые выбраны Вот Вы играли сначала На карте Утес Потом карта Лассель Потом Прохоровка Как вам были эти карты Какие лучше для вас Какие Вы сильнее знаете И что вообще понравилось Ну если честно Прохоровка больше всех Последняя самая карта Самая открытая То есть Да Самая открытая Для 32 это вообще Просто класс Эти холменькие Там где башни высунулся Работаешь просто Ты играешь на 32 Да Конечно То есть Самый такой Больный Как там Массово задействованный танк Массовое производство На Intel Challenge Здесь у нас А по поводу Карт которые у нас будут На призыве По поводу Карт да Ты кстати На призыве Получится Я собираю команду Мне вот не хватает двух игроков Если есть желающие Да Пишите в личку Доктор Вова Дер Вова Через нижнее Да нижнее подчеркивание Вова Два игрока буквально Желательно Это хороший свет И арта Вот двух не хватает Все остальные можно есть Ребят вы знали Ребят вы знали да Вы знали что можно Можно найти Пишите Дер Нижнее подчеркивание Вова да 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 В личку пишите То есть Вилат Вилат говорит Может его возьмут На светлячке На самом деле Вилат на светляке Очень хорошо играет Я видел как он это делает И Делает килл Потом конечно Делает килл ему Но Он научится Все были нубами Все были Айяяяя Ничего То есть По осеннему призыву Вот на самом деле Хороший Хороший турнир Считаешь будет Довольно хороший Единственная проблема То что нужно Жить в Киеве Приехать То есть Считаешь что Не смогут Не всем игрокам удобно Приезжать Там с разных городов Рэш по центру едут Да Рэш по центру будет У нас вот уже Послезавтра В субботу Всегда побежат Часто точнее Побежат Поэтому приезжают По поводу вообще Турниров Что ты думаешь Участвовал ли ты В турнирах раньше И как тебе этот Ну раньше Я по крайней мере В таких турнирах Масштабных не участвовал Обычно я играю Только на ESL И только в эту игру Единственную играю Ни в какие другие Конкретно В турнирах Участвую Только ESL еженедельно И вот этот Последний Вот этот наш Intel Challenge Самый крупный Челлендж Самый крупный Который вы когда-либо видели В котором я участвую И довольно так Успешно Если честно Наша команда Вот недавно созданная В дальнейшем Кстати Клан Red Star Называется Будет перемен Синерджи Как и называется команда То есть будет клан И команда Одноименная Да Будет переименация Буквально в дальнейшем Времени По поводу Синерджи Просто По поводу Синерджи У меня такой вопрос Просто Как бы в киберспорте Вообще Да Была Довольно одна Хорошая команда По доте И по Counter Strike В свое время Которая называлась Синерджи Это как-то связано Или это просто Ваше личное название Или это спонсор Я название не придумал Это командир придумал Сталкер Сталкер UA Сталкер UA Да Он придумал название Я вообще предлагал Совсем другое Но насколько я знаю Синерджи В клана нету такого В World of Tanks Ни одного Даже похожего названия Примерно Нету Понятно Значит 15 секунд У нас остается До второго матча Между Залетраж по центру И TD-42 Лаки Клоу Надо рвать когти Надо рвать Все волосы на себе И что-то делать И куда-то ехать Как-то решать Сейчас у TD-42 Лаки Клоу Будет неудобная база База номер 2 Которая на самом деле Ну по крайней мере По моему мнению Неудобна для Действий И Залетраж по центру Немножко меняют Свой состав Немножко меняют Они берут Вместо 32 берут Пешинга Так как с первой стороны Он быстрее доедет до центра Станет там под камень Или займет горку И Вообще Слушай До зеркала у нас полностью Да Абсолютно зеркало Посмотрим что будет Посмотрим Кстати здесь Было Я писал уже В комментариях К этому дню Игровому Здесь была Возможность Увидеть на самом деле Три команды Которые У которых будет равенство очков Сейчас уже не будет По моему этого Ни в коем случае Так С этими очками Мы уезжаем Выезжаем Нас убивают И команды Разъезжаются Опять напомним Блю Курасау Горчичные Вы сейчас видите их Это ТД-42 Лаки Клоу Добили тебя два раза что ли? Сначала убили левую Потом правую Сначала убили две гусеницы А потом тебя Понятно И Блю Курасау Цвета Зеро Траш по центру Уже есть столкновение На центре Леопарды Леопарды Борются между собой И выигрывает Сейчас команды ТД-42 Лаки Клоу Леопард То есть Сейчас уже Как бы Они собрались Сложнее Сложнее на самом-то деле Взять гору С этой стороны Но они это делают И это Это очень хорошо Для них Артиллерия Артиллерия Кстати Знаешь кстати Мы забываем Всегда про расклад Про вот этот Который у вас Сейчас на экранах Если команда ТД Лаки Клоу Выиграет Даже со счетом 2-1 А в параллельном матче Не потащат Не потащат Армадилос То что они выиграли Это не важно То что они выиграли Будет не важно О Эклипс Доказал свое Звание Артиллериста И он Убил Убил Леопарда По-моему Даже без засвета Он то сделал Ну просто вслепую Пульнул Где-то там Где-то там Где-то там он был Ну что Смотрим дальше Как у нас в центре Вот что сделали Опять Red Rush По центру Да Мы видели Что в этой позиции Вот уткнулись Вот сейчас Вот с той стороны Это TD-42 Ой TD-42 То есть Red Rush По центру В принципе Заняли абсолютно Те же позиции Только здесь У них было 4 танка Где Pershing Сейчас команды А вон Где Pershing Вместе с Т1 И давай Ты покажи нам Где танки находятся Сейчас Я думаю Что вот отсюда Лучше показать Pershing Приехал на маяк То есть Вот эту ключевую точку TD-42 не знает Что он там Естественно не знает Они его еще не видели Т1 где-то был Ну видим Уехал На самом деле Если он пройдет Немножко дальше То его может быть Увидят Может быть Ну пока он ждет Удачной возможности Немножечко популять Он пуляет Стандартные кустики В данный момент В те кустики Где может быть Стоит рта Но ее там нету Об этом он не знает И узнает Только минут через 8 Или когда запалит Минут через 8 Да Или когда действительно Когда он увидит Это в стриме Да Для всех Кто очень много Изливал вчера Разных букв На клавиатуре На наши сайты Мы вернули дилей Опа Першинг едет Тут у нас По По селу По селу По деревушке И сейчас найдем И его уже видит Т1 А он то никого не видит Слушай Да Да он никого не видел Никого абсолютно Пока не видели Вообще TD-42 Кроме вот Начальных Вот этих вот разборок И не особо Они понимают Где сейчас находятся Танки И ждут Выжидают Не знаю На самом деле Против раша По центру Выжидаем Чего они ждут Они ждут Пока их выйдут Убьют Да Тем более Они разделились Выжидательная тактика Против зеред Раш по центру Вообще Никак Першинг сейчас Перетягивается Вы видите В центрах Тридцать вторым Еще один Тридцать второй Там Так у меня Запала клавиша Альт Нормально Вот запалили Здесь Видят Что здесь один Танк Ну и Будут ли выезжать Першинг подтягивается Внимание На квадрат Д9 Что они Имели ввиду Д9 А то есть Подожди Д9 А ну там Ставил Першинг Да И он уехал Оттуда Слушай Ну только что По моему Сделали какую-то Обманку Показали Реально Что першинг Стоит у них Именно там Из ретро По центру Оттянули Сюда Один танк И как бы Ждут отсюда Вот сделали Обманку Мне кажется Подбитый Будут сейчас Выезжать По моему Будут выезжать По центру Еще один Оттягивается У Из ретро По центру Нет Не оттягивается Не оттягивается Вот Ждут Ждут Принимают вдвоем Вот отсюда Ждет Першинг Он уехал С маяка Почему-то Решил Что не надо Не особо Удобнее Здесь Удобно Здесь Можно Выехать Что они делают Нет Все-таки Сейчас подтягивается Першинг И сейчас Должны С этим Першингом Выскакивать Им обязательно Нужно Выскакивать Им больше Нечего делать Им нужна Победа Как воздух Просто Просто Как воздух Слушай Першинг опять Поехал Показать себе Там что ли Я не знаю Куда он Сейчас Упетлял Ну куда-то Упетлял Видимо Что происходит Непонятно Команды ждут Команды Выжидают Я говорю Осталось Еще 5 минут Боя всего И ну что Поехать хоть как-то На миллисекунду И что Почему сюда катится Т1 Да Карта очень маленькая По-моему Самая маленькая Из тех Это самая маленькая Из тех Которые мы играли Да Интересно Кстати Какие карты У нас будут О И раш по центру Поехали Рашить по центру Двумя танками Их сейчас встретят Скорее всего 3 Плюс артиллерия Ой-ой-ой-ой Их пока не видят Вот сейчас Их увидят Сверху Здесь 32 Т1 Сейчас выскочит Чуть-чуть дальше Проедет И запалит их А их-то только двое Ааа Решили занять гору И слушай Как отрабатывают Хорошо Как отрабатывают Да неплохо Но тут тоже Смотри 950 Осталось Вот 42-ым Сейчас не откатываться бы Назад А додавить Втроем Третий Просто Уедет Уедет за гору Уедет за гору Уехал Да уехал И второй уедет Не второй тоже получил Минус 200 Минус 200 Но они заняли гору А гора все-таки Является ключевой точкой С нее видно Обе базы С нее видно все Т-300 прилетает Сюда Т-32 еще за камнем Здесь третий Показывается Боже Как это у них Получается так делать Неизвестно Неизвестно Ну как неизвестно И ты смотри Уже 73 хп осталось У одного Сейчас его бы заменить Вот этот который сзади Весь бой прятался Ему бы выехать вперед Но он почему-то стоит Ааа Все Вот ими Эклипс 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 Второй килл делает Минус Т-32 Я думаю Этот бой можно заканчивать Ааа Есть кацап Он на светлячке Кстати и катается Есть Да он на светлячке Вот там и ездит Вот я ему кстати говорил Кацап Слезай с арты Это не твое Он слез с арты И поехал на светляке И поехал на светляке Нормально Так Есть Смотри Что видят здесь Т-32 Который сверху Их видят Их видят еще и артиллерия По-моему Сейчас она переезжает Вот сейчас они наконец-то Увидели першинга Который там Вот возле маяка Арта Переехала в квадрат К-2 Хумель Переехал в квадрат К-2 И он отсюда Сможет тоже накидывать Вот где я вон хумель Вот он на мостике Очень хорошо с этого места Накидывать Вот накидывает И не попадает Да получается И не попадает Он попал в камни Ну и по-прежнему Не знает Где находится арта Даже не предполагает С какой стороны Понимплят Вот смотри Выехали Немножко побили Стоящего наверху У нас Кириллойда Ну Гору заняли уже 3 танка Вот першинг Першинг оттуда По-моему Да Вот его немного побили Он оттуда не особо Разряжается пока И он оттуда не уезжает Да Он оттуда не уезжает То есть думает Что может еще что-то сделать Но зато 260 хп Уже осталось У адмирала И вот минус Минус Как только я сказал Першинг никого не убивает К-23 И мелька Сверху На Т-32 Который стоял Вот здесь На козырьке Убивает першинга Ну минус першинг Минус Т-32 Остается Два 32 Которые здесь просто Ну никуда не уедут Абсолютно никуда Их тут обстреливают Абсолютно все как хотят В чем основная ошибка? Да в том что боялись По-моему Просто боялись Побоялись Раша по центру Побоялись Зарашить их по центру Они видят что на них едут танки Хотя Смотри Сейчас немножко Немножечко Не ну вот выезжает Вот выезжает вдвоем И першинг уже приехал Кстати по воде По воде першинг У Т-42 Просто выезжает и смотри Как давят Как давят Давай вот так вот А вот тут же и першинг Минус И вот последний танк Уже Последний тяжелый Минус 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 Эмельку Но Но один против двоих А и увидят арту Кстати накидывает арте По-моему Не 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 Видят арте 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 Ничего не сделаешь Ну что Ну две минуты будет Ты знаешь Две минуты будет У Т-1 Чтобы попрятаться По карте Ну Не знаю Зачем это нужно Вот минус Вот остается все-таки Т-1 Остается арта Остается ровно две минуты Поедут на захват Вот хумеля видят Хумеля видят У хумеля 90 хп Опа Ух минус 902 Вот это да И Першинг промахивается Слушает Оба ваншотные В одного врезаться А в другого Ай Ломает Ломает Эквип Заборчик И все Минус хумель Минус хумель Минута 45 И поехал малыш Поехал Кацап Недалеко Недалеко А он самоуничтожился Он понял Что он минуту Не сможет Поубегать Что у него Это абсолютно И Заретраж по центру Как и в первом Групповом этапе Набирает Максимальное Количество очков Что в принципе И требовалось Доказать Самим Самим Рашем По центру Во Да Как ты думаешь Что Что послужило Вот Плохой Не знаю Какая ошибка Была У ТД 42 Что бы ты сделал Как бы Воевал на этой карте Я бы По крайней мере На этой карте Взял бы Скорее всего 5 тяжей Если первый раз Слился с ртой С этим 5 тяжей И давил бы их Просто Давил бы 5 Тр На ИСЛ По моему Играл ты На этой карте Да Против команды Шэдовс Против команды Шэдовс Да Это мы с вами играли Да Это мне кто-то говорил Ну да Понимаете 5 боев было 5 боев Да И наши слились Да Ваши слились Потому что у вас Было опять тяжей В конце задавили Кстати Ваши игроки Подсказали Хорошую идею Брать КВ-5 Это очень Отличный Танк Когда он На золоте Когда он На золоте Да Очень хорошая Скорострельность И нормальная Броня Самый большой Урон Минуту Идет Среди всех Восьмых Уровней И к тому же Слушай А мы КВ-5 Видели буквально Один раз У нас на турнире В конце А не Я имею в виду Когда я с вами играл Я взял уже В конце КВ-5 Понятно То есть Чтобы решающий раунд Да Я был довольно Я уже не в Гофф Шэдовс Поэтому что Просто знаешь Пишут У нас писали Вы Нет Я сам сегодня вышел Ребята кстати Еще никто не знает А потом это знает Только Котофей Он еще остался В Гофф Шэдовс Ну это ничего страшного Вчера на форуме писали Вот Вы протягиваете Свои команды В Дальше Да В финал Украинские команды Мы с тобой протягиваем Да А А характерники А характерники Которым суди Наши Которым суди Решили Что будет переигровка Матча Гофф Альфа И характерники Характерники пишут Что мы протягиваем Команду Гофф Альфа То есть Своих голов И вот кому верить На кого смотреть На кого опираться Кого мы протягиваем Давай решим Закроем Кого тянем Кого тащим Короче Все Мы решили Обе команды Дисквалифицируем Чертям собачьим Обе команды Дисквалифицируем И будет проще всего Понятно В общем Таблица Таблица нам говорит О следующем Зеред Раш По центру Зеред Раш Тим 1 Три боя Три победы Плюс 6 Ни одного поражения 9 очков У них есть ТД 42 Лаки Клоу Три очка И И все Нет Нет не все Если Если Армадилас Затянут 2-0 Против команды ТДСА ПЗЗ То у нас будет Еще больше игр Потому что у нас будет Тогда Переигровки Вот это Между тремя командами ТД 42 ТДСА ПЗЗ И Армадилас Что там мне показывает Вилат Время Что через 35 минут У нас будет Второй Второй сегодняшний поединок Как раз между командами ТД ТДСА ПЗЗ И Армадилас А мы вернемся за 10 минут А мы вернемся за 10 минут до эфира А сейчас кстати Мы можем поставить ТОП 10 Сейчас вы увидите ТОП 10 Хайлайты Из первого Группового этапа Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Здравия желаю товарищи начальники Здравствуйте А что Долго треба служить Чтоб командироваете Смотря как служить будете Ух Знаете как будет Разрешите идти Иди Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok